Минус арморчик-то, ух. Именно так, но шейкер, шейкер очень хорошо. 27 секунд и 40 секунд дополнительного времени у этих ребят имеется. Шейкер у No Logic Gaming. Там есть, как мы и хотели. В общем-то, как заказывали, собственно говоря. Да, но на тяжелую линию здесь, получается, отправится шейкер. Или даже вместе с Думом, я не знаю, Бэйн будет в качестве... Дум, наверное, будет фармить. Да, Дум фармить. Может, Тэмпларк оформить шейкер в мид, два саппорта и хардлайнер Дум. Ну, это надо быть жестким чуваком, чтобы шейкер в мид стоять против СФ. Да, против СФ в особенности. А так, я думаю, что есть игроки, которые способны исполнить на подобном герое. Да, на подобных ролях. Ну что, 20 секунд дополнительного времени для комплексти гейминг. Ему нужен фармящий персонаж, если это, конечно, не Слардар в данном случае. Но мне кажется, что не Слардар в первую очередь. Смирид Брейкер. Смирид Брейкер. Не, ну, жесткая. Жесткая всего комплексити. Очень даже. Если посмотреть на пик команды NoLogic Gaming, все же я видел, как они играют. И сейчас я скажу тогда, что их пик будет жестким тогда, когда вот реально Экскалибур в миде не просядет, мадар свое выформит. И мич будет на шейкере исполнять так, как нужно. Вот я немножко в игроках сомневаюсь. К сожалению, доверие пока мое они лично не завоевали. В комплексити я тоже сомневаюсь, но все же несколько меньше, если честно. Ребята знакомы, давно уже нам всем интернешно смотрели. Давно ребята выступали. Да, что и не такими вещами не пользуются обычно в турнирах, потому что это приравнивается к читам. Казаскрипты. Dota Player After Repeat, Drive-Files 0. А, я понял, что это. Да, да, когда ты нажимаешь на нерас, он просто продолжает инстантно кликать. Классная, кстати, интересная штука. Это не чит, это просто... Так же, как, знаешь, можно убрать автоатаку на крипов. В смысле, свои крипов добывать ту райт-клик, а не чуть за... Такие некоторые удобности для игроков, как они привыкли на каком конфиге играть. Да, у всех игроков свои конфиги. Многие из них, кстати, пользуются и, наверное, даже выкладывают их в интернет. Кстати, внезапно появились мы, друзья. Всем еще раз... Здрасте! Большой привет! Мы продолжаем для вас работать уже довольно-таки тяжко, но все равно я должен узнать, кто выиграет в этом матче. И мы должны это сделать для вас. Продолжаем комментировать матчи на лжи против команды Complexity. Продолжается. Смотрим. Матч начинается, а не продолжается только что. Ну, он начался, но продолжается. Да, после паузы. Мы с тобой, по-моему, представили команду, но я все равно забыл, кто на ком играет. Поэтому давайте-ка сделаем это еще раз. Еще раз. Давай. Я начну теперь с NLG. Давай. Спертон играет на Вейне, Мадара будет отыгрывать Дума, Экскалибур на Темплер, Ассасин Милану достается Даззл, и Шейкером будет отыгрывать Хардлейнер команды. Но лучше гейминг, Митч. Команда Complexity, Свиндл Мелон на Дарксире, Сфрик играет на Спирит Брейкера, Пингвинчик на СФ. Далее здесь имеется Харханский на Аппарате, Ну и, конечно же, Последний в спицке. Но не по значимости. Это Лимб, играющий на Слардаре. Кстати говоря, да, Интересным образом они и Пингвинчика поставили именно Стендена в миддл, на СФ. А именно Лимб сыграет на линии. Видимо, наверное, рассчитывает, что Стенден, в принципе, в миде больше, скажем так, на своем личном скилле будет возить. А на линии Лимб со своими друзьями, уже фактически со своими тиммейтами, сможет лучше и лучше копирировать. Я думаю, что именно так и сделали, ребята. Именно так. Я с чатика, на самом деле, дико угораю с того, что чатика, но он слышит, что написал, да? Он говорит, Спартан говорит, я уже спер шляпу, теперь я спер у вас две игры, ну, типа очки, из двух игр, а потом девку. Ну, типа ту, которая ему удала эту шляпу. С тобой. Я думаю, она не против. Я тоже не против. Тоже не против. То есть, так хочешь, чтобы тебя, Спартан, все-таки у него, ты ревнуешься? Нет, я просто хочу отдохнуть, а ребята эти явно умеют отдыхать, судя по тому, что я слышал. Ну что ж, Свинул Майлонз окажется в визе линии, Тарксир в визе лейни против соло стоящего шейкера. Но там Митч должен постараться, чтобы, в общем-то, хотя бы как можно больше крипов, количество крипов получить себе. Но, в принципе, Тарксир там довольно чувствует себя будет как дома. Поэтому там, ну, максимум, что он должен вывести это для себя, скажем так. Максимум, что может вывести себе, и то будет хорошо, потому что Тарксир он ничего не сделает. Единственная фишка, как бы Тарксир будет пушить сильную линию. Это доставляет Митчу крипов под вышку, где он свободно должен их ласхидить. С другой стороны, этот, соответственно, самый Тарксир может не просто эту линию запушить, затолкать ее до настолько серьезно, что зайти прямо за эту вышку, не бояться ее, и уже разделаться шейкерами, которые, на самом деле, довольно-таки персонаж-то ватный, а в Миду у нас обмен любезностями продолжается все еще. На Refraction, на Temple Assassin, Excalibur ее исполняет за сегодняшний игровой день, наверное, уже второй раз, да? Да, второй раз, и, к сожалению, посмотрим, сейчас удачнее или нет. Первый раз был не очень хорошим. Да лучше бы, в этот раз как-то не удалось, в тот раз, вернее, посмотрим, как будет. Ну, в Миде Пингвинчик пока в целом, пока не удается ему забрать каких-то, какое-то количество крипов, хотя я бы сказал, что Excalibur там много у себя имеет, поэтому пока сравнивать мидл сложно. Спарта, он просто берет, знает крипов у вражеского мидерала. Спартан может подставиться. Брейнцап, конечно, должен ему помочь, либо Найтмэром как-то отброситься, но если Сприк с Кайлами, ну, Сприк на Чарджи прилетит и будет Кайлая ТСФ, обычно это на третьем левеле, когда Рейзи вторые, это может быть очень опасно. Он сливается классно, на самом деле, и может так же взять и пойти еще и на Шейкера поагрессировать. Спартан, кстати, Башин получает. Ой, еще один Башин. Подожди, это Чардж был, да, и Найтмэр, и Виз достанется Шпардан. А, кстати говоря, может его постопать, там издеваться над ним как угодно. А там рядом, кстати говоря, идет еще и Митч. Чем он поможет? Ничем. Сприк убегает на Чарджи, а так бы могла быть Фиссура, Брейнцап и может быть бы заковыряли. Там не хватало маны, даже Шейкер привязал тот самый запас стиков, который у него был, но все равно пришлось... И 140 маны сейчас, Пингвинчик, слушай, все равно можно продолжать. Его отрезают от Тавара, Сприк ничем помочь ему не может, потому что у него ничего нет. Это все, Влад остается, он экскалибру в команде, но лоджи гейминг. Я даже слышу, как ребята кричат. Действительно, это удалось. Да? Ковбой. Ковбой в действии. Продолжаем разговор, кстати, насчет ковбоев. Зет Фрик-то ушел еле-еле, а мог бы, могло бы, все гораздо хуже закончится для него тоже. Прилем в том, что сейчас у экскалибра маны вообще никакой нет. А у Шейкера? Шейкера тоже. Регенитих не о чем. Ну, если у экскалибра есть какая-то там бутылка, он на четвертой минуте сможет сходить ее пополнить, то здесь ситуация гораздо хуже у Шейкера. Внизу, тем временем, Мадара стоит и развлекается. 11-12 крипов у него. Топовый крестат на карте, кстати, у Дарксира. У него 20 крипов, 15 крипов. Дальше у Слардарчика. Перепорт от Лимба вниз. Да, неплохо. Комплексити идут по крипам. Я вижу, как старается Лимб, имеет много лос-хитов. Мадаре, к сожалению, выделение, многое нафармить не удается. Конечно же, и про Дарксира не стоит забывать, они объединяются вместе с Приком, но под вышку залетать не стали. Хотя, с другой стороны, это добла. В таком виде, в каком она есть, очень опасная. Она может, очень, да, много всего сделать, потому что есть и, естественно, Яиншелл есть, и все дела. Все здесь хорошо. Что у нас там? Дабл-дамедж. Ну, этим временем степарейшн. Увидим, что Даззл погибает. Это происходит вот здесь. У нас, ребята, там постарались Ханскими с Лимбом находят его и убивают. Ну, это компа-вомба, разумеется. Конечно. На топе, кстати говоря, вновь баш по Спарту от Сприка. Тот под дабл-дамеджем, кстати говоря, но все равно Сприк продолжает боковать. Рядом находится Миндл Мелон, вешается на него Айоншелл. Далее боковать. Хотя подошел меч, Тоттеном промазал, Фиссурой нет, Миндл Мелонс, но он не оказался отрезанным, все равно дает сурш и Найтмейр получает. Кстати говоря, неприятно. Еще один тоттен будет от меча. Могут убить Бодиблок, дабл-дамеджа Нюк и Спартан его добивает с Брайнсаффа. Там Сприк ничего не мог поделать. Я думал, на самом деле, Спартан достанется что-нибудь типа Баунти Хантера, не знаю, но под шляпу тоже. Не факт. Да нет, но вполне себе неплохо. Тот герой, на котором он играет сейчас, хорош во всем. Я считаю его очень сильным саппортом сейчас в данной мете. Да, и вообще, знаешь, в любой мете, на самом деле, Бэйн, это, во-первых, два минимум контроля, которые тебе имеют. Да, причем контроль сквозь БКБ, что имеет, не кажется, саппорт. Это сейчас очень, это очень важно сейчас. Это котируется, да. Котируется, конечно. Конечно, да. Смотрим на Ишейкер, который получает себе Солринг, наконец-таки. Ура! Этого парня будет мана, если что. Поэтому не так будет тяжело уже на линии оперировать. У Думчанского есть шестой уровень, появился Дум. Значит, Мадара готов исполнять. Ну, Мадара лучше пускай пофармит. Либо отметится где-то на линиях со Смоуком. Он, кстати, кувалкаса ел, имеет критиковый страйк, имеет землю, соответственно, это, в принципе, считается неплохо, когда он идет на хорошем олспиде и просто в спину убивает и криты раздает. Портан приходит на мид, прям чувствовал, идет на экскалибуре, здравствуй, зэтфрик, вот тебе тычка, где твоя квалити, а вот ее и нет. Свинул, кстати, неплохо и очень неплохо этот молодой человек разбирается с крипами, вернее, отводит своих крипов на пулы, и там сейчас такое количество экспы, что мама не горюй, просто сейчас пойдет там и получать, все это дело будет просто... Нет, Свинул Мелон здесь очень хорошо так расположился. Я думаю, что Меку соберет, чем раньше, тем лучше, это очень важно, сейчас подобные стаки для него, это прям-таки подарок. Чардж на Мадару, лимб, кстати говоря, может объединяться, стан Мадара, под вышкой оказывается, еще и под чаржем, должен был думать, куда идет, ну и тут даже земля может не помочь, но помогает Милан, дается дум, Ханскина, Ханскин погибает, добивает его Милан, и Мадара все еще бежит, трегенится, сбивает еще и пласку, не успели сбить, он трегенился, очень много здоровья он получил, он даже здесь останется, из фрика попытаются забрать, но конечно он ждет на чаржи, но не тут-то было, мяч дает весу, раз фрик может погибнуть, Мадара должен сделать ласки, пожалуйста. Вот он, ласкин, да, я хотел еще сказать, по итогу этой драки, мы видели мяча, что он там исполняет, да, последние две игры, которые мы смотрели, с ним, опачки, Ханскин, вот еще раз, да, отрезает еще на трючке, 6-1, Оунин, ну, какое хорошее начало было от комплексти, в плане линий, где выигрывал свой Darkseer, получал свою лимпу на линии, реально доминировал над Думом, обзяли их и поубивали всех там, и Excalibur также имеет, когда 2-0-0, вот тут в комплекте надо успокоиться, подумать, остановиться, перестать чаржиться на всех подряд, и продолжить играть, надо все-таки, ну, иметь представление, что, ребят, у вас SF, Мекку соберет Darkseer, скорее всего, он имеет много денег сейчас, надо заработать денег немножко пингвинчику и лимпу, хотя, знаешь, у них отставание уже довольно большое от их оппонентов, даже не ожидал, что так будет, ну, да, на самом деле, абсолютно верно, с другой стороны, как бы, в комплекте должны дождаться опыта, им нужен опыт 4-го уровня всего лишения Стопаришн, 4-го же уровня, у нас Баратру, пока, нет, так, у нас на виду будет жара, потому что еще телепорты есть, от комплекте сюда, Спартер там дает сон, пока что взят фрика, далее лимп, лимп разгоняется, дает краш по Икс Калибру, далее у меча про международный, он дает Эхо Шлем, но не вижу я, чтобы кто-то от него пострадал, серьезно, НСФ получает Дум на лицо, и больше ничего у нас здесь не происходит, Зетфрик уходит живой, и поразводили на скиллы, и, между прочим, комплекте очень-таки серьезные ребята, тем временем, потеряли свою Т1, на Меду, и Ханскин, Ханскин тоже потеряли, потому что фиссуры его отрезают, и что бы уже не делал, Сминду Мелон, господи ты, боже мой, его не спасет. Слушай, начинают сноуболить, начинают сноуболить, это надо останавливать, и команде комплексити надо четко сработать в некоторых местах, но прикол в том, что у них пока нет ключевых артефактов, они не могут ответить вообще ничем, они сейчас попросту убиваются, пока да, и им даже в теории, ну, очень сложно ответить, а по практике еще сложнее обказывается. Ну, а вот он столько агрессивный, что он берет, начинает уже и пользу тачи, направо и налево раскидывать. Структуры фортифированы. Но комплексити пытаются сажать Т1 на миду. Тут же два телепорта сразу же из-за леса, из-за гор. Спартан будет ли давать сон? Да, дает он сон, тут он до декса ли, борется, что трэпа взорвется, уже был проездный серж, пять секунд, не будет липать. Сприг, фиссура. Сприг, да, спирсурочка. Она отрезает, сприг, не мотиваться некуда. Пусть то, если ну, вауза спустили, все равно забрали кого-то, кого могли. И вышку задефали, самое главное. Да, 8-1, и вышку задефали, и рыбку съели, как говорится. 4,5 тысячи, уже под пятерочку, преимущество погалдела у No Logic Gaming. Если мы глянем на айтемы, мы видим уже наметки. То есть у Мадары уже появился барабанчик. У Excalibur есть ПТ, есть Аквилка, у Спартана появились Арканы. То есть жизнь у них простая, у них она пошла гораздо проще, чем была до этого. Да, комплексити при всем при этом ходит с артовыми закупами. Максимум, пингвинчик там взял себе Брэйвбенд. Ну и Свиндл, соответственно, начинает себе выфармливать там Мекку потихоньку. Ну, а он ее давно уже начал выфармить, разумеется, то есть ему остался только лишь рецепт, но всем при этом это самый успешный в плане финансов. Полный человек, команды комплексов. Слушай, Спартан под Инвизом, все пошло, поехало. Свиндл Мелонс попытался убежать на Судже и убегает, но не совсем. Он умирает, если быть точным. Герингс Примадары. Линия в топе остается открытой для пуша со стороны команды НЛГ. Смоук разбивает опять же ребята и будут выходить в мид. Здесь двое. Сэф в первую очередь получит Думчанского. Но пингвинчик как-то... Не, он отступает. Может быть, даже зарванный больше идет, тем самым спасаясь от Смоука. Но мне кажется, Минча Спартан знает, куда идти дальше. Да, конечно. Более того, там должен был быть Вижен. Нет, Вижена у них там нет, но Смоук уже ревенается. Есть Фиссура. Спартан должен продолжить, но у него только Найтмэр. Есть и Хаслэм, и Брайнсап, и Татэр, и До свидания. Плохо сработано. И здесь Фрик вообще ничего не мог поделать. 10-1. В Скалибуре были проблемы со здоровьем, но они были вызваны только лишь приятным занятием. С Фармом Эншентом там были стаки довольно-таки неплохие. И 5400 имеет в руках Скалибур, ты знаешь. Мандара под спидом 5-2-2 сейчас под барабанами идет давать Дум. Кого он даст? Лили-лиммм. Получается, станат Лимпа. Спартан не успел подойти, а Финсгрипп ведь имелся. Могло быть все еще хуже. Не укналит за соперником. Так вот, что я хотел сказать. Ближайший, вот, получается, оппонент Экскалибура, да, который играет в Дарксир, у него 4000 нетворса. Там по себе Экскалибур 5893 монетки напомнил за эту игру. Знаешь, ну какая-то разница, какая-то бешеная разница просто. Между ребятами Мандара, полученный Грифай Даймэдж. Дума, у него есть волки, и ребята уже на 12-й минуте этого матча грызут Т2 наверху. Легко просто, легчайший. Так, ну просто тут даже нападать не собирались, они подгрызли вышку, отошли, и даже рисковать не стали. А ключевых айтемов все еще нету команды комплексити. Лимп не имеет Блинкдагера. Более того, что сделает с Миндул Мэлландс? У него есть только Мека. Она, конечно, действительно может оказаться спасительной, но мне кажется, когда уже сейчас Экскалибр покупает Блинкдагер. А вот пошла жара. Пингвинчик, Экскалибр на Блинке очень вовремя разобрали Свиндл Мэлландс, тянул, поставил стенку, туда ворвался сприк, Спарта живет, потому что крест дает Милан, отступает он. В погоне за Свиндл Мэлландом Мадара, под землей никуда не денется. Даблкил, кстати говоря, делается. Более того, сейчас еще и Ханскин на заберут, потому что есть еще и Блинкдагер. А, нет, Лайкдагер уходит в другое совсем место, там иллюзии, Новый разговор. Да. Т2. Сейчас будет. Т2 заберут, конечно, после такого. Поэтому. Мадара. Я думаю, что интересно у него появится, на что он будет собираться. В принципе, даже шива будет. Но такой, знаешь, хотя Владимир, с Владимиром, с Саурами, с барабанчиками, с пацанилами. И вон под минус армором уже улетает Рошан. Как же Линкс сейчас, на самом деле, мне кажется, жилет в тех словах, которые он сказал перед самым матчем мне, да, Эсферит? This game is going to be so easy. Нет, не easy ни разу. Подойди, спроси, что он думает теперь? Нет, на самом деле, что я так же тревожусь по таким поводам. Действительно, 12-3 счет, это не совсем easy. Наверное, на комплексе не ожидали, хотя, с другой стороны, у них был на эту игру определенный план. Они пикали довольно уверенно и знали, что брать. Да и пиках смотрится... Нормально смотрится, да. А в Днл-Джи, знаешь, как выступали до этого, от них такого, блин, я не ждал, потому что... Это все шляпа. Слушай, возможно. Это шляпа волшебная. Где ты, Спартан, куда мне? Грифгендор. Тем временем, кстати, они мидл несут. На топ отправляется плюс один здесь вышку защищать. Может быть, будет мидж. Мидл, тер два сейчас забирает экскалибур, но останется еще полвышки. На боте мы видим сплит пуша отвечает за грех тем, кто забирает Т1. Здесь в лесу у нас могла быть встреча Бэйнер вместе с Ханскеном. Мидл, обратите внимание, уже падает. 12-3 счет, и мид уже упал Т2. Остается последний Т2 на топе у комплексити. Это очень рано забираются вышки Нолджи, хотя казалось бы, он пуш подавал вроде бы не особо прям такой ярко выраженный, но он есть. Да, и можно, в принципе, с этим бороться. Каким-то образом ребятам из комплексити. Но посмотрим, смогут ли они камбэкнуть из такого дичайшего просто дна 7500, даже уже восьмерочка на 15-й минуте нашего матча. Ну что ж, и на топ пришли, в общем-то, сделали свою работу, и реакция в комплексе не последовала. Они нафармливают то, что должны нафармить. До сих пор, пока на 16-й минуте, мы не видим ничем, чем мог поквастаться Бэш Шэнл Финт. Он же пингвинчик Климп, без Блингдайгера. Аппарат, аппарат, господи, ты мой мой, аппарат, конечно же, заимел 6-й уровень, это очень важно, на самом деле. Важно, но... 10-й уровень Дарксира. Знаешь, да, это лучше, чем ничего, но исправить ли это все положение? Я не думаю. Ну, залетает ультимейт, кстати говоря, в двоих. Милон там был на границе. Икскалибр отступает, делает ТП, уходит на бот. Понимает, что слишком рано идти на хайграунд нет никакого смысла, и лучше спастись 7-й уйти. Ну, а Мич имеет возможность уйти на Брингдаггер, если даже Сприкова сейчас здесь как-то подцепит, хотя он должен цеплять только исключительно над Зарстрайком, но он вышел на разведку, никого не нашел. А на боте уже сплит пуш, текст Калибр. У него, кстати говоря, Аегис, напомню я вам, и продлится он еще 2,5 минуты. За это время должны как-то попытаться, ребята, его реализовать, хотя бы выйти в какой-либо смоук, или что-то еще, потому что разница между ребятами, ну, она сейчас уже огромна, для такой минуты это фатально, я бы сказал. В комплекте очень сложно будет играть против настолько распиженного соперника. Мечо, на самом деле, все гораздо лучше, чем в прошлых катках, потому что у него и блинк имеется на 17-й минуте, зачастую то, что он вообще играет шейкером, там у него копы даже таких богатств не было пару игр назад. Ай, Спартан, Спартан тоже все прекрасно, и смоук есть, и арканы есть, и урна есть, все у него хорошо. Если мы вообще глянем сейчас на этом бриф, у ребят, что там происходит, пожалуйста, значит... О, Дизоль. Нет, Дизоль-то ладно, и меня радует то, что у Свинла появляется блинк, и у него появляется Мека. Ну, Мека у него и так была, но блинк у него появляется в конце концов. Они под смоуком сейчас находятся. Ну, давайте глядеть, это интересно. блинку Свардара. Это очень интересно, чем это, кажется, закончится. Смоук на смоук, кто первый за ремень. Ой, смоук на смоук, кто кого. Вперед выдвигаются, на хайграунд заходит комплексити, могут там в спину выйти, Спартан и все остальные. Смоук частично заревилили, увидели Милана и должны были начать атаку, атакуют мяча. Дум получает Лимб. Неплохо стянул туда, но мяч все еще жив. Подключает Фиссуры, подходит Пингвинчик, надо задамажить. Экскалибур выбивает из него Аегис. Лимб все еще под домом, но он живой. И даже вскоре может вернуться в драку. Буквально через пару секунд Экскалибур может погибнуть вновь, что и происходит сейчас. А денег-то получили огромное количество. Мадара далее. Тут ребят убирает еще одного, это минус три уже. Неужели так просто? И Лимб рвает обновь на Спартан, на Спартан погибнет. Мадара пытает его защитить, но Лимб он не убьет. И это может быть пятый игрок. Конечно, тут не стоит за ним нырять, но Спринт все равно за ним идет. И Лимб, если что, будет на Спринте и на Стане с блинком. Он подходит, но закончил сделать тем, что только он Амплифайку повесил. Так Шейкеру еще сфорсили байбэк, ты понимаешь? Ох ты, Шмич! Здесь ответил, чем ответил. Но, честно говоря, все равно денег много в комплексте получил. Еще ультапор с него как прилетит, господи ты боже мой. Но он, кстати говоря, не отъедет, поэтому все нормально. Посмотрим, сколько отыграли. Сейчас мне интересен Fight Recap. Они отыграли! Они реально отыграли! Вот он поднял. Коумбэк бой! Да, правда, денег досталось больше всего аппарату. Ну, часть Dark Seerum, в принципе, СФу досталось из Перебрейка. Но аппарат, если так возьмут, соответственно... Если он так будет дальше подфармиваться, он будет и плотнее, и в дорогах. 2 600. Да это очень много. Но надо повторить. Вот повторят еще раз так, что можно будет назвать полноценным камбэком. В реально почти очень серьезной ситуации. Почти нереальной. Когда так давили на лоджи гейминг. И очередной смог. Ребята решили долго не задумываться, и надо бы исправить ситуацию. Пока они все еще сильнее соперника, и пока они все еще это могут. И с дезолятором Экскалибру лучше в следующий раз так не подставлять. будет выход. Да, пошел на него. Краш получает лицо. Тут с собой левая. Экск умирает. Ханскин. Будет сказать следующим. Далее. Ханскин. Ну, Ханскина уже все можно хоронить. Он успеет, скорее всего, вайсблаз дать под конец, да. Но зацепил только... И все равно сильный остается. И подобные вещи НЛГ могут делать до бесконечности. Ну, реально, очень много. Если набираем набегать там на одного-двух героев, Петерон, они не уходят стопроцентно. Именно так. Ну что, атака уже на Т3 должна быть от НЛГ прямо вот сейчас, прям в прямом фере бесплатно без регистрации, без СМС. Мадара заходит, начинает потихоньку подглядать башенку. Там есть дезолятор на Экскалибуре, о котором мы говорили, на этот же минут пять назад, и все хорошо. Ну, Глиф, поражали. Ну, Глиф и что? Глиф, потому что через восемь секунд будет СФ. Не стоит, наверное, идти дальше, да и крипы закончились, пока их дождутся, он уже будет готов. Крипы реально слишком далеко оказались. Хорошо, скоро появится Рошан, надо будет на него сходить, опять же, проверить. Можно переместиться вот сюда, как раз таки, да, за речку, к этим спотам крипов, и немножко подформить, пока ждете Рошана. Лес! Лес, говорит, что он... Да, лес будут формить сейчас в комплекте себе. Да. Ибо больше ничего не имеют, да и контрольная карта у них не самый такой прям. Они видят, если кто-то есть во вражеском лесу, сейчас они видят Бэйна вместе с Дазлом, поэтому могут знать, что, ребят, ну, наверное, можно пока у нас поформить в лесах. Но, как только те уходят, видим, что сейчас мною будут группироваться НЛГ, объединяться с подсмоуком или без, в данном случае без. Наверное, будут у нас драться в бой, почему нет? Им прошлая драка принесла определенное количество золота, могут делать опять ее КД. Да. Ты делаешь? Ничего. Я смотрю статистику. Ага. Вот оно что. Ну что ж, и 16-7 счет на карте. Казатишье. Но полностью контроль над картой теряют, ребята. Вот мы покажем, где они находятся. Комплекте сейчас готовились явно к чему-то интересному. Кстати говоря, могут даже... А тут опять может смоуком закончиться вдруг. Сейчас какой-нибудь смоук. Курьер, кстати говоря, без него. Туда же отправляется Мадара. Экскалибр будет фармить. Интересно, забайтит ли? Алим. Не задумывайся. Какой тут экскалибр? Ихот шейкер. Дается фисура. Она станет троих. Пошла. Еще випка от Дазла. Слинул Мэллоун. Заказалось поднять спринтуму. Ничего не успел сделать. Пингрип на сприка. Далее Мадара. Все еще в драке. Пингвинчик. Домашний моток. Каковы спашли в ход. И это слэм. Мич. Вошел неплохо. Уже минус 3. Мич хоть погибнет. Но что делать? Он свою работу выполнил. А далее работа экскалибра. Видите сами ее на своих экранах. Трифунктирую экскалибр. Минус 5. Минус 5. Полный. И мы смотрим на график и видим, что все то, что отыграли ребята из комплексити было в очередной раз проигранной. Ребята, на 22 минуты зашивая матча. Счет 21-8 в пользу команды No Logic Gaming. Хорошо сыграли. Здесь больше нечего добавить. Могут, конечно, еще лучше. Но куда уж лучше. Все 5 целей были уничтожены. У No Logic Gaming стабильно значит проигрывается одна игра, выигрывается другая, если не ошибаюсь. Ну, кроме того, матча с Team Empire, когда они проиграли две игры подряд. Потом, собственно, не играли с Vega и одну проиграли, другую выиграли. Сегодня не играли с MVP, а одну проиграли, другую тоже выиграли, кстати, да? И сейчас у них есть все шансы держать победу в этой самой игре, хотя бы в одной. И это уже даст довольно-таки хорошее количество очков в нашем турнире. Честно сказать, я до старта турнира все-таки думал, что они выступят в разы в клубе. Да, я тоже. Для меня они были топ-6. Ну, слушай, мы с тобой смотрели их на групповой стадии, и они показывали хорошие вещи в свое время. Все-таки и Mixcaliber, оно не зря здесь записано, и Mixcperton тоже. Более того, у нас же, кстати, был еще коллектив, я не помню, куда он делся. Получается, были London Conspiracy сами по себе. Потом был, соответственно, стак под названием Princess of Jalopy, который потом переиментировался в London Conspiracy. И, соответственно, у нас были No Logic Gaming, они также не сразу так назывались. Я вот не помню, как это все развялось, и откуда в итоге состав No Logic Gaming взялся в смысле, ну... Окончательно в том виде? Я тоже не помню. Но сейчас мы видим, как ребята продолжают атаковать. У них, кстати говоря, по ресурсам все готово, кроме их, Слаймон будет через 14 секунд. Может быть, План Гора, можно даже Смоук. Есть еще и Вард, который в Курьере. Блинк Дайгер, у Дума появляется более положительные новости для NLG. Наверное, все-таки стоит обратить внимание на Рошановску. Когда он появится через много-много минут, да, точнее, я имею в виду обратить внимание на Якис, который у ребят имеется. Если уж вы его забрали, вперед его реализовывать. Даже сейчас, при таком преимуществе, вполне себе возможно. зайти на Хайграунд. Так, 25-я минута, у них 10 тысяч сверху. Конечно, можно. Да, и еще Блинк Дайгеру Дума не дождались. Для Мадара, это очень важно, залететь на Хайграунд, запрыгнув, выдать все свое дело. И не оказаться там под станом и под чем-то еще. Так что он должен сейчас очень хорошую позицию выбрать и запрыгнуть первым. Пусть что даже цель АИ получает Дум, она деморализована полностью, желательно там, допустим, Дарксиро. Он от Эппа может очень многое сделать. И врывается Мадара. Или Аппарат, но Аппарат уже свое дело тоже сделал. Пока что, пока у него будет там кулдаун с ульта, пройдет секунд, наверное, 30 уже как минимум. И давайте глядеть, как же все-таки НЛГ будут заходить у нас на Хайграунд. Экскалибур. Экскалибур боится пока что, но опять же, если в него сейчас дать весь фокус, на него можно вбайтить, потому что у него есть Айгис, и потому что за все это время можно будет разложить команду в комплексе, как они это делали даже не на Хайграунд. Блин, он оторвался. Экскалибур, Тессура промахнулась. Так бы, если попал Тессура, могли бы даже врываться. Мадара тоже ждет Дарксира, но он его не видит в поле зрения, поэтому не врывается. Но если он не успеет, то не успеет. Я думаю, что свиннул Мелонс, у него больше шансов скастовать все, что есть на него, и не надеяться на то, что Мадара успеет среагировать и повесить как-то на него думать. Но осада все еще продолжается. Опять же, эта схема стандартная, просто она влетает у нас, получается уже Мадара, быстро на секунду через Финс Гримм забирает Слардарчика дальше. А он выкупается и сразу же импортирует. И вот что-то, ну это не самая лучшая игра свиннул Мелонс, пускай он дум получает, туда обрывается Мничи, еще он может забрать, туда же Экскалибур дорабатывает свиннул Мелонса, к тому же еще тот скам уже под Дума подохнет. Пингвенчик с Лимпом остаются. Два байбека мы видим на команде Комплексити. Экскалибур все еще с Аегисом отступает назад, здесь ему Милон сверху помогает. Снизу, извиняюсь, Аегис выбили, но нету Дума и наверное сейчас да уйдет на блинке, скорее всего. А вот и не тут-то было. Сприк отправляется дальше, Форстафик Скалибур, а тот скорее всего погибнет, убивает его. Сприк свиннул Мелонс, бежит дальше, Алим прыгает на Спарта, на него вешает крест Милон, еще и Мичи хочет поймать, всех забрать, чтобы максимум денег отработать, но не всех удастся, это стопроцентно. Один ушел с ТПшки, второвщики успели убить, третий тоже ушел. Итог драки. Проблема драк таких, вот она в том, что заключается именно в том, что ребята находятся сейчас пока что на низком уровне персонажей развития именно. Да, они быстро появляются. Они быстро, во-первых, появляются, во-вторых, они еще и очень много плюг получают от самой башни, которая там стоит. И это нельзя тоже не учитывать. Поэтому их можно легко развалить, что одной команде, что другой команде, как бы, во-первых, во-вторых, соответственно, появляются они, да, гораздо быстрее, чем в каком-то жестком лейте. Потому что обычно нас там, типа, убивают кого-нибудь ключевого персонажа, у него там, его там нету 80 секунд, допустим, если у него нету боевая, когда-то все, другая, пишем. Здесь все пока гораздо проще. Уровень маленький, поэтому можно себе позволить. Такие вот драки устраивают. Кстати, это Спартана был разбег, тут же Краш, Олимп. Ну, в день же никто нет, никогда не опустика. Просто паутол должен. Да, нырнуть далековато. Но, Мич Фиссура, Экослама нет. Рисаковали немного, но вовремя все прочитали и быстренько убили. Возились бы чуть дольше, может быть, даже Экскалибур бы как-то успел прибежать. С графиком здесь 12 тысяч все еще преимущество, ребята, с NLG. То, что их там убили, они там много... Нет, слушай, Пол-Экспэт играли преимущество какого-то того, за счет того, что забрали вот на хай-граунге товарищей. Пол-Экспэт, да, согласен. Но с деньгами, опять же, все гораздо лучше у NLG Gaming. Хотя на этой стадии игры, разумеется, у нас же, да, уровни, опять же, не забываем, маленькие и решает гораздо больше к спа, нежели пока что айтемы. Хотя с другой стороны, когда есть у тебя Ланая, которая с гиперстоном, которая с изолятором и которая с БКБшкой, это тоже, знаете ли, не в скиллах здесь по большей части дела. Так, что видим дальше? В комплекте степла ангара. Весьма интересное место они выбрали для нападения, причем все находятся здесь и все занялись в довольно-таки удобной позиции. А в этот момент она уже подсмолка. Ребят, проявите терпение, проявите терпение. Слушай, они до сих пор там. Интересно, чем это закончится. Они видят Excalibur сейчас, наверняка будут реагировать, но они-то понимают, что это бейт. И, наверное, даже участвовать в этом не станут. Отходят с Рошаном. Рошан у нас будет и довольно-таки скоро. В принципе, на него тоже можно выходить. No Logic Gaming. Да, видели, что Сентрик упал. Забрали Сентрик, значит, здесь находится команда NLG, так еще и вдобавок под смоком. Поэтому в максимально дальнюю от нее точку отправляется комплексити. Формить свой собственный лес. Я не видел, где соперник находится. В принципе, сейчас пока что можно сказать, что ребята карту контролируют и пока еще стараются не филить. Но все равно, преимущество по деньгам довольно велико. И Excalibur действительно сейчас, а тем более, что еще и под 9 секунд, и до сих пор БКБшки реальную угрозу представляют для них. Интересно, что будет дальше. Мадар, Excalibur, Мич, Спартан. Excalibur начинает дамажить в бараке. Просто потому, что он пришел сюда. Естественно, попадает на него. Excalibur пытается запокусить, причем все в него кидает. В том числе, Найкмар сейчас еще залетел, его просто так там. Да надо страйк, неужели? А вот и нет. Свиндл Мелон не успевает скрывать стенку. Великолепно сыгран Мадаро. Он не успел ничего сделать, так как на нем еще и лотосорт. Висел Мич ворваться. Очень много дэмажа. Перфект крушения сейчас прямо на хайграунде. Ребята из комплексити. Лимб. Ничего сделать не может. Свиндл Мелон все еще находится под действием дума. Вот он заканчивается, и может быть сейчас как туда соворваться, но не тут-то было минус. Минус еще и антитопорейшн. Свиндл Мелон стягивает, ставит стенку. Мадаро, но сейчас погибнет. У него вешает крест, а там свиндл Мелон забивает Икс Калибур. Остается в живых лишь один лимб, и я думаю, что как бы это не джи-джи, друзья мои. Пока что не сдается команда комплексити. Вот как выглядит в байбеке. А это точно не одна линия. Как минимум две. Уже, да. Уже сейчас, да. Уже третий. Прошло уже уровень средний. Да и третью могут. Не будет его 52 секунды. Этого более чем достаточно, что-то скушер был. Уже, знаешь, классный, когда Мадаро сам на себя дум повесил, но в любом случае его это как бы, ну, просадило, конечно, но и убило. Не, ну, он успел на него дать. Да. Он же прошел, прошел. И это не придет, все равно. Была Блинка, у него, знаешь, он врывался посленкой, а не с лот-сорном. Так, Икс Калибур все правильно делает. Ну, надо отходить, разумеется. Какой классный айс глаз тут был, но... Не улы. Многое что еще. Эфисуров троих. Далее Спартан здесь. Ну, все остальные забегают вновь на хайграунд. Видим Найтмэр на пингвинчика. Там все равно Эпси Блейд проходит и Ханскен достается и СФО. И потеряют здесь всех абсолютно команды в комплекте. Это GG. На 31-й минуте побеждает команда НЛЖ. Я думаю, что для многих это стало сюрпризом. В том числе и для меня, и, наверное, для некоторых наших зрителей. Вы посмотрите. Вот он наш герой в шляпе, который играл на бейне. Я тебе говорю, вот если сейчас в второй игре... Хотя нет, подожди, я прям сейчас... Я обещаю... А, нет, ладно. Это у нас будет вторая игра, и во второй игре побеждают. Но лоджи гейминг, ты закрываешь эфир, а когда будут на камеру, я его на спине вывожу просто из студии. Я же обещал. что я буду... И я вам покажу,